всем привет давненько не виделись а вот и новое видео какой формы наша земля адмирал ричард бёрд утверждал антарктидой есть земля больше чем америка огромная земля но он не упоминал что это не антарктида а ледяной круг однако почему на всяких картах оон волос и так далее присутствует именно то что мы с вами видим здесь что за ледяным барьером почему происходит галу вот как раз на этом моменте я хочу остановиться друзья ни для кого не секрет что монетизация в россии давно отключена мой канал существует на ваши пожертвования если вы хотите чтобы видео продолжали выходить на youtube поддержите канал монеткой для желающих поддержать автора и развитие канала реквизиты сейчас на экране а также в описании под видео ваша помощь это сильная мотивация заранее благодарю есть ли над нами купол и как его можно увидеть и где его можно увидеть но его нам показывают вашему вниманию google пока что он работает штат юта на самом деле я выяснил можно выбрать любую местность желательно открытую можно даже у нас в стране именно там где есть что-то такое пустынное открытое без деревьев панорама google нам показывают следующие моменты я просто просматривал панораму улиц искал нужное мне место обратил внимание на следующий момент получается так что техника google которая снимает триста шестьдесят она снимает очень интересно например это солнце и уверяю вас она везде будет именно такое будет размытая очертание как будто она расширилась больше чем мы его видим чем нам кажется ко всему этому вокруг него еще одно сияние появляется вопрос а что же рядом просто блики объективы видеокамеры или фотокамеры 360 которая использует google корпорация оборудована действительно серьезная высокого разрешения съемки похоже ли это на блики видеокамеры да что-то не очень блики видеокамеры мы с вами знаем как выглядит это какой-то кружочек где-то в стране так скажем о цвет от объектива который тоже заснят самим объектив ну самой матрицы здесь же совсем другая картина само солнце почему-то увеличены и вокруг него вот это вот идем дальше если мы посмотрим в сторону вот я просто просматривал вот эти все просторы что-то там искал и обратил внимание куда бы ты не двигался вот сюда можно передвинуться повернуть или чуть дальше везде происходит какие-то странные вещи можно заметить при ясной погоде безоблачном небе а это так и есть мы наблюдаем что почему-то по краю горизонта линии горизонта линии исчезновения мы видим вот такую белую полосу я например думаю что это как раз таки отражение основного светила основного источника энергии самой самой крутой лампочки солнца а откуда же она тогда отражается если это всего лишь атмосфер надо полагать что скорее всего отражается от того чем мы с вами накрыты то есть купол мало того на каждой съемке неотъемлемо от самого вида присутствуют такие вещи как полосы слева и справа причем видно что это не просто какое-то сияние а это именно круг вот почему я затронул тему солнечного гала потому что она здесь просто везде но она настолько огромная кто проезжает здесь на машине они его просто попросту не увидят в силу того что она действительно огромное и скорее всего его просто не видно обычным зрением само даже солнечная гала в какие-то определенные моменты хотя сейчас она стала встречаться гораздо чаще и кто присутствует в моих группах вконтакте или в telegram я постоянно это выкладываю я очень часто снимал особенно начале лета или даже весной это явление солнечная гала которая просто вот появлялась моментально раз и она есть тут же мы наблюдаем вот это вот картину да теперь двигаемся где по свободе а что же это может означать кстати здесь тоже по краю идет такая такой белый блик как бы круг кольцо свет вокруг нашего мира а по сути внизу при стыке нашего купола с нашей землей горизонтальным плоским основное светило какие мои предположения вот то что мы с вами видим вот это начало этого кольца но идет сюда даже здесь она все слабо выраженный круг отражение от купола потом переходит сюда прямо четко вот виден этот след и здесь ясно выделяется окончание этой окружность а потом это все распространяется по всей кромки того что нас накрывает еще дополнение очень важное перед вами модель плоской земли накрытая увеличительным стеклом представьте что это атмосфера и купол даже официально наша атмосфера именуется линзой просто карту плоской земли накрывает линзы а теперь нам нужен основной светильник берем лампочку это будет у нас солнце принципе так она есть происходит следующее всегда освещается где-то половина всей земли солнце ходит по кругу хотя кое-что надо уточнить например вот этот блик представьте что это луна внимание на следующем по кромке этой карты по кромке линзы идет круглый блик физика вот этих вещей и по сути дела я вам показал на google карте то же самое что здесь что здесь везде этот блик например здесь когда отражается еще и от купола и куда-то сюда вот переотражается а это как вот такой образ луны вот это гала которая видно визуально а это то что заснял человек побывавшие на антарктиде где-то у края земли и он заснял сваи считается что это те самые сваи гигантские их много они через какой-то промежуток установлены по кромке нашего мира и они поддерживают купол и самое главное что эти вещи контролируют некие светящиеся шары охрана или это обслуживающие нло поддерживают энергетически устойчиво потому что это необходимо и скорее всего я думаю что туда никто никогда не сможет проникнуть вопрос можно не дойти перед самыми вещами кольцо горячей реки и что это такое что там внутри кто там водится тоже неизвестно то есть это все настолько загадочно но само видео тем не менее есть кстати вот тут один из шаров заснял они летают пролетают через основание крепежи и что-то там делают а тут самый колпак или купол постоянно можно наблюдать когда вы видите именно его отражение особенно это видно на севере данном случае штат юта и если посмотреть если посмотреть на карту ну обычно который все привыкли шарик такой северная часть ближе к северной части северной америки если же посмотреть на азимутальную карту или карту плоского мира с ледяным кольцом вокруг северная америка где-то здесь у самого центра если солнце располагается так близко не она ходит по кругу будет видно его отражение по кромке очень хорошо будет видно а у самого основания можно увидеть другие артефакты смотрим windecom ресурс показывает погоду циклоны ветер температуру давление и прочие параметры нашего мира это на севере ближе к гренландии здесь можно увидеть следующее тоже почему-то размытый диск солнца он ходит куда-то вдаль заметь солнце никуда не заходят вот такие артефакты я показывал уже это других видео если он уходит по часовой стрелке никакой ночи здесь не видно вообще ее просто здесь нет надо сказать что веб-камера и они расположены в разных частях нашего мира и даже в антарктиде где можно увидеть нечто интересное так выглядят блики то что я вам показывал на google панораме это не блики а именно отражение солнца или через что она светит или на чем она крепится вилла эссенция лайв стрим бить и здесь ночь тоже наблюдается и вот солнышко которое движется куда-то уже немножко иначе но тоже по часовой стрел антарктида какие здесь интересные чудеса до метаморфозы самого вида такой ледяное само солнце которое где-то ходит в основной части мира они на окраине его она просто сюда уже не хватает его света его тепла и поэтому мы наблюдаем что она где-то по краю ходит обратите внимание что она идет в реверс в обратную сторону заметили да что она передвинулась куда-то вот сюда и самого-то солнца даже не видно а виден какой-то опять же блик отражение очень похоже на то что мы с вами наблюдаем в штате юта на открытой местности саванна пустыня некое кольцо света просто по окраине основания нашего дома купол английский дом и когда говорят земля наш дом то переводится это земля наш купол заметьте что солнце не показывается само просто кмарила и сразу наступает ночь хорошо что я остановил такой небольшой как бы свет еще есть значит основной светильник где-то в другом месте вообще здесь его практически даже и не бывает а вот это самый юг южной америки и солнце вообще не видно хотя камера очень широкого охвата ночь тоже наступает как мне показалось солнце ходит опять же в другую сторону и опять смотрим сюда я вам показал в антарктиде где кромка света идет опять же по основанию один в один конечно вот это сверх супер гигантской галла который не видит никто кроме сверх точного оборудования google мы наблюдаем все таки вот это вот отражение и по сути дела получается что это оборудование нам показывает абсолютно неизвестные нам вещи я не думаю что это глюки самой матрицы этого оборудования это именно отражение того самого облика мира который мы с вами просто не знаем что же они от нас скрывать и получается что штат юта это некая точка земли откуда мы видим края земли сияющий купол над нами мы видим отражение это тот край земли где виден купол нашего мира друзья но я надеюсь вам показал то что хотел а в конце посмотрим небольшое видео как себе можно представить путешествие за ледяной барьер и что можно там увидеть я думаю его создали с помощью нейросетей смотрим а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, возможно, что когда-нибудь мы сможем пробраться за этот барьер И увидеть ту красоту неземную Потому что там реально уже не земля, а другие земли неизвестны нам И действительно узнаем, кто же от нас скрывает и что за барьером за этой ледяной стеной А за ним реально много земель И еще одно кольцо И еще много всего The world beyond the ice wall Вот наш мир А вот то, что находится вне нашего мира Друзья, надеюсь, я вас удивил, как всегда Ну а если так, то ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на группу ВКонтакте На Телеграм На Дзен Новых открытий Всем добра Остаемся на связи Субтитры сделал DimaTorzok